На избирательных участках жители округа могли увидеть вот такой плакат рядом с тогящего волонтера, который приглашал всех сделать свой выбор и проголосовать за обустройство городской территории, как это и было в школе номер 8. Программа «Комфортная городская среда» начала действовать с 2018 года и продлиться до 2020. Сейчас в данном голосовании у нас участвуют скверы, 6 штук. Соответственно, у каждого из них есть свой проект, у каждого из них есть своя миссия. Как бы относительно города, чтобы стать центром притяжения, чтобы стать более комфортной зоной отдыха или чтобы, например, стать более комфортной проходной зоной. Я сейчас в частности про сквер по второй институтской. Жители выбирали из шести предложенных вариантов. Это зона отдыха по Новоматичинскому проспекту, сквер по улице Первомайской в микрорайоне номер 21, Пироговский лесопарк, сквер по улице Академика Каргинау, дому номер 38, корпус 1 и сквер по улице Вторая институтская, около платформы «Строитель». С помощью бланка, на котором мытищинцы делали свой выбор, волонтер телефоном считывал подлинность штрих-кода. Далее уже можно было опустить бланк в избирательную урну. Также происходила работа и в 32-й школе. Выборы президента понятны. Это гражданский долг каждого, наверное, жителя нашей страны, который заботится о своем будущем, о будущем своей семьи, своих детей. А что касается выбора благоустройства территории, мне, как жителю этого микрорайона, ближе к Пироговскому лесопарку. Поэтому я выбрал эту позицию. Все-таки мы живем в мытищах, это наш район, микрорайон, поэтому за его благоустройство тоже нужно было проголосовать, обязательно выбрать. Я выбрала Пироговский лесопарк и выбрала сквер в микрорайоне номер 21. Выбор за благоустройство территории делали не только в мытищах. Голосование прошло в 31 муниципальном образовании Московской области. Итоги будут подведены счетной комиссией в течение ближайших дней. Кстати, все скверы, заявленные в программе «Комфортная городская среда», будут обустроены. А лидер, выявленный по итогам этого голосования, будет первым объектом благоустройства и к его работе приступит уже в этом году. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова